Согласно недавним опросам общественного мнения, поддержка Трампа падает. И факторы не в пользу Трампа продолжают накапливаться. Импичмент, детергенты и внутреннее облучение с сильным светом против коронавируса, экономический кризис. В общем, в настоящее время его поддерживают около 40% избирателей против 49% за Байдена. А теперь на всех передовицах новый русский след. ГРУ платит подушно за убийство солдат НАТО, прежде всего США и Великобритании, в Афганистане. Мы уже освещали эту историю. Этот скандал, еще один из множества отмечающих правление Трампа, начался публикациями в пятницу 26 июня в либеральной Нью-Йорк Таймс, подтвержденными консервативными Wall Street Journal. Он распространяется как пожар в лесу и достиг специализированных изданий для профессионалов и военнослужащих. Тем более, что появляются все новые и новые детали. Вот одно из таких изданий, Military Times, как и многие другие СМИ, пишет, что высшее руководство в Белом доме было проинформировано еще в 2019 году, что Россия предлагала заплатить за убийство военнослужащих НАТО. В то время Трамп был проинформирован об этом по крайней мере один раз. Джон Болтон, который в ту пору был советником по национальной безопасности, рассказал коллегам, что он лично сообщил об этом Трампу в марте 2019. Это противоречит недавним утверждениям о том, что Трамп вообще не был информирован, поскольку эта информация якобы была недостаточно надежна. Однако, как правило, практика такова, что надежность информации не является критерием при информировании высшего руководства. Сам же Болтон, когда его спросили об этом, отказался комментировать эту ситуацию, заметив, что Трамп с легкостью откажется от того, что его информировали для оправдания своей бездеятельности. И оказался прав, но в другом. Оказалось, что память у Трампа значительно улучшилась. Ну, может, аспирину выпил. И теперь он что-то такое в виде незначительной и ненадежной информации начал, наигравшись в гольф, припоминать. Вечером, воскресенье 28 июня. Если так дело пойдет дальше, то к концу недели он все вспомнит. Даже то, чего и не было. Выходит, что первое сообщение Нью-Йорк Таймс касалось второго, более недавнего случая информирования Трампа об этой ситуации в марте 20-го, когда с ним на эту тему беседовал нынешний советник по национальной безопасности Роберта Брайан. Следуя линии поведения, выбранной чиновниками Белого дома, которая состоит в том, чтобы перечить Трампу нельзя, сам Брайан отрицал, что такая беседа имела место. Но не исключено, что под воздействием сильнодействующих препаратов его память тоже улучшится. Информация начала 19-го года была о том, что российские агенты активно стараются нанять Талибан или их союзников из организации Хагани. Эта информация обсуждалась на заседаниях Национального совета безопасности в присутствии замминистра обороны. Но следуя политике Белого дома, ответственные лица этих организаций отказались от комментариев. А в 2020 году стало известно, и об этом, судя по всему, О Брайан проинформировал Трампа во второй раз, что спецназ армии США на одном из постов Талибана обнаружил 500 тысяч зеленых президентов, что косвенно подтвердило опасения, возникшие в 2019 году и представленные Трампу в первый раз Болтоном. В настоящее время проводится расследование, погибли ли военнослужащие США вследствие объявленного выкупа. В частности, изучают обстоятельства атаки на колонну возле авиабазы «Баграм» в апреле 2019, в которой погибли трое военнослужащих после того, как рядом взорвалась автомашина со взрывчаткой. Эрик Хендрикс, отец одного из погибших, 25-летнего Роберта Хендрикса из штата Нью-Йорк, сказал, что даже слух о выкупе, выплаченном России, должен быть немедленно расследован. Он добавил, что эту историю замяли, чтобы не портить отношения с Россией, и что в результате он утратил какое-либо уважение к нынешней администрации. Не потому ли разрыв в предвыборной статистике растет и сильно не в пользу Трампа? А как эта информация стала достоянием гласности? Роберт О'Брайен исходит из того, что такая утечка, вероятно, произошла от чиновников разведки с доступом к секретной информации напрямую журналистам. Он долго рассуждал о нарушении закона, об отсутствии патриотизма, ну и так далее. Ну, сами понимаете, сказать же что-то надо, даже когда говорить ничего нельзя. Ну, и ему тут же прилетело в ответ, что, мол, история с подполковником Виндманом, который фигурировал в расследовании шантажа Трампом Зеленского, пожаловался на Трампа по официальным каналам и был за это уволен вместе со своим братом, который к этой истории вообще отношения не имел. А эта история оказалась хорошим уроком всем остальным, кто видит нарушения со стороны начальства и молчать не желает. Так что теперь, по крайней мере, до того, пока не будут восстановлены нормальные дотрамповские процедуры обращения с жалобами на вышестоящее начальство, объем секретной информации, компрометирующий Трампа в свободном доступе, будет только расти. А это не лучший способ улучшить свой предвыборный рейтинг. И вопрос здесь не в том, что Россия прибегла к старой, как мир уловки, убивать врага чужими руками. Третья мировая в разгаре, а на войне? Как на войне? Примера в море. Воюет же Россия с пидосами, так называемыми, на Донбассе, несмотря на их там полнейшее отсутствие. Видимо, тем, кто свято уверовал в принцип «нас там нет», пришлось заодно убедить себя, что их там тоже нет. Или вот в совсем недавнем прошлом, в 80-е годы, платила же ЦРУ за стингеры, и не только за них, в Афгане. Более важный вопрос о том, что Трамп, будучи информирован о таком повороте событий, ничего не сделал, чтобы поквитаться. Чтобы против правил большой игры в разведчики и шпионы, которую так любят играть по обе стороны, теперь уже виртуальной берлинской стены. А потому, как и в ситуации с КНДР, где весь пар в гудок ушел, и с Ираном, где никто не был убит иранскими ракетами, но более 100 военнослужащих были контужены, с большей вероятностью потеряет поддержку часть избирателей во всей той же армии и других силовых структурах, которые до сих пор, несмотря ни на что, оставались ему верны. Судя по всему, предвыборные письма Хиллари Клинтон 16-го года в подметке не годятся тому, что нам предстоит узнать летом или осенью этого года. Вот в ожидании худшего и начали раздаваться голоса, призывающие Трампа подать таки в отставку, или сообщающие о имеющихся у него сомнениях о необходимости баллотироваться на второй срок. Не будем торопить события. Поживем, увидим.